Музыка Эта территория отныне неприкосновенная, точнее, не подъездная. Ограничительные столбики около третьего дома по садовому проезду, самая действенная мера против любителей парковаться на тротуарах. Бороться с ними по-другому не получается. Результат нулевой. К сожалению, абонент недоступен. Попытаемся каким-то образом разыскать владельца путем поквартирного обхода. Ну и продолжим, естественно, работу по установке. Таких неразговорчивых нарушителей в городе много, говорит Дмитрий Мельянов. И они – главная помеха пешеходам. Тротуары – это их зона, а свободный проход по ней – законное право. Только после установки столбиков эта территория стала правильной. Автомобилям своя дорога, людям своя. Раньше было никуда не ходилось. Мы сидели вот здесь на лавочке в грязи. Вот этих не было, машин около нас стояли. Трудно было пройти. У нас даже вот рядом детская поликлиника с колясками не пройти. И вода кругом была, и грязи много очень. А сейчас прям прелесть стала. Столбики поставили, машины не стоят. Все очень хорошо. Такая граница может появиться только по просьбам жителей. Городские власти помогут ускорить процесс. Кроме Садову, проезды ограничительные столбики появились на Некрасово, Гагарина, Головашкино. От машин огораживают не только тротуары, но и газоны. Несогласные с такими мерами есть. Но в итоге им все равно придется смириться. Попытки были демонтажа, самовольного демонтажа данных столбиков. Но силами и средствами РЭО номер один Садовый, управляющей компанией, эти столбики будут восстановлены в любом случае. Приведен уже большой объем работ. Установлено более 150 ограничительных столбиков в четырех дворах. Работа продолжится и не только на территории первого РЭО. Была площадка старая, а стала баскетбольная. Еще одна инициатива городских властей продолжает реализовываться. Замена старых детских площадок на новые. На этот раз работы ведут по улице Новая, 21. В итоге здесь будет большой спортивный игровой комплекс. Стадион практически готов. Установили высокое металлическое ограждение, уложили прорезиненное покрытие. Здесь можно будет устраивать соревнования по футболу, волейболу или баскетболу. Рядом будет детская игровая площадка с улицами, лестницами, горками и крытыми водопадами. На данный момент установлен каркас городка ЭК-15, АИК. На завтра планируем ставить спортивный комплекс ЭК-3. И на третий день элементы, то есть качельки, карусельки, турничок. Лифт – одно из самых удобных и полезных изобретений человечества, но не всегда безопасных. Многие боятся в нем застрять, поэтому поднимаются пешком, как я. Но на это уходит много времени и сил. Назад – точно на лифте. Определить неисправный и небезопасный лифт может и непрофессионал, говорит инженер Александр Романченко. Сначала следует осмотреть подъемник. Безопасный лифт выглядит, во-первых, у него будут закрыты створки, никаких щелей, отогнутых листов металла. То есть все ровно, все стык в стык. Первое, что вы должны обратить внимание, не заходя в кабину, то то, что кабина приехала, она действительно находится на этаже. А еще в кабине должно быть нормальное освещение. Насторожиться следует, если в лифте есть задымление или запах гари. Тогда лучше пойти пешком. Если страшное случилось и лифт до места назначения не доехал, первое и единственное действие – связаться с диспетчером. Он все объяснит. Я застряла в лифте. Скажите, что мне делать? Мастер придет на помощь, если застрявший самостоятельно не справился. На это у него есть 30 минут, не больше. Паниковать в ожидании не стоит. Кислорода в кабине хватит. Вентиляция там хорошая. Сорваться лифт может только в крайнем случае. К примеру, если за ним вообще не следили и не проверяли, объясняют специалисты. В Реутове, к слову, это делают регулярно. И ни одного неисправного подъемника не обнаружено. На огонь можно смотреть бесконечно. Николай смотрит уже 10 лет. А иногда даже чувствует себя его заклинателем. Кузнецы пошел прямо из школы. Работал преподавателем черчения и рисования. Но только у Кузничного Горна понял, что нашел себя. Когда заканчиваешь работу, уже есть удовлетворение твоего труда. Просто, что что-то сделал хорошее, которое может быть даже лет через 20-30 вспомнят, пройдут и скажут, вот, делал человек и делал на совесть. Ворота – это самое любимое. Из повседневного лавочки, заборы или вот такая кочерга. Обязательно витая. Даже в самых обыденных вещах Николай ищет красоту. И не просто ищет, он ее создает. Самый главный инструмент – ручник. Молоток мастер должен изготовить сам, с учетом собственной физиологии. У кого-то ручка длиннее, у кого-то короче. Ручка не должна быть очень длинной. Когда работаешь на наковальне, чтобы она не мешала, не била по руке. А вот с металлом, делится секретами Николай, нужно разговаривать. Пошепчешь ему – он отвечает. Даже к самому неподатливому кузнец может найти подход. Взял кусочек металла, начинаешь крутить, а он вынинается, показывает свою дорогу. Ты опять ему свое, он опять свое. Ну, потихонечку доходим до компромисса. Можно работать всю жизнь и так и не стать кузнецом, говорит бригадир Виктор Георгиевич. Он сам учился кузнечному делу у деда. Потому что любить надо, во-первых, это дело. Если человек любит свою работу, значит, он быстренько вникает, быстренько у него получается. Из ничего он что-то делает. Равноправно он может работать один пять, а другой пять месяцев. И тот сделает лучше этого. Это все зависит от характера человека. Это нужно терпение. Железо, оно не любит спешки. Вот что именно делать из металла, каждый кузнец решает сам. У кого-то лежит душа к строгим формам, кто-то любит завитки и роскошь. А все вместе создают красоту, которая делает риотов неповторимой. Сегодня переменная облачность осадков не прогнозирует. Днем максимально 31, вечером 29 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Это данные сайта Яндекс. Редактор субтитров А.Семкин